...более высокой динамики, и она требует более серьезной, продвинутой визуалистики. Вот это те три характеристики, которые должны отличать сейчас любой когнитивный контент, который предлагается для ребенка дошкольного возраста. Здесь три образных иллюстрации, но вернее их четыре, для того, чтобы было понятно, о чем я говорю. Специальная осведомленность. Это то, что мы не закладываем с вами в программу. Но так или иначе, ребенок осваивает это, потому что сотни, в котором он находится, он эти элементы для ребенка задает. Что я имею в виду? Здесь взят элементы из развивающего занятия, где предлагается ответить на вопрос, я имею в виду левый, верхний, где предлагается ответить на вопрос, какой из представленных внизу вирусов или бактерий отвечает за определенную болезнь. То и тут представлены болезни, которые связаны с грехом, да, и с дизентерией. Скажите, пожалуйста, вот этот вопрос. Входит сейчас в когнитивное пространство, либо в любой образовательный контент, любой программы, образовательной программы детского сада? Нет. Как вы думаете, если мы сейчас заложим, ну, в неком вот мониторе, для детей, которые прошли, предположим, вот именно этот элемент развивающего занятия, как вам кажется, вот ответ на этот вопрос, будет чаще детьми представляться, либо реже по отношению ко всем остальным информационным блокам программы? Как вы, вот, чаще. То есть, если мы проводим эксперименты, включаем чаще, а я вам объясню почему. Потому что правильная бактерия-возбудитель дизентерией, кто знает? Порадуйте. Как она называется? Вам будет понятно, а? Радость. Нет. У нее потрясающе красивое имя. Она называется Шигелла. Понятно всем, почему дети скваживают эту информацию. Провожу параллель, да, между диснеевским щенком.